Всем привет, с вами Тома. В этом видео я хотела бы поделиться своими впечатлениями о двух крайних, пока что вышедших книгах по Эквестрия Геллс, научный проект Искорки и Пинки Пай и Кофейное Чудо. Про Вперед, Раду Гудэш я вам рассказывала с месяца назад где-то, и я дочитала вот эти две последние книги, которые у нас, перевод выходил в декабре месяце, и да, все плохо, все очень плохо. Ну, несмотря на то, что я вот об этой книге отзывалась достаточно сдержанно в плане того, что в основном это зайдет фанатам Рейнбоу Дэш, эти две книги мне понравились еще меньше, и проблема в основном в авторе, который то ли не читал предыдущие книги, не смотрел предыдущие мультфильмы, то ли что, но это какой-то лютый неканон местами. Давайте сначала прочтем, об чем книги. Приветствуем участников конкурса, когда директриса Селестия объявила, что в этом году конкурс научных проектов пройдет совместно с Кристальной Академией, Искорка сразу же передумала участвовать. Работать в паре с учеником из старой школы нет уж, но когда она познакомилась с обаятельным новичком по имени Rising Star, только недавно поступившим в Академию, все ее страхи тут же рассеялись. Парень сумел очаровать всех, кроме флэша в центре. Неужели новый знакомый что-то задумал, займет ли проект Искорки первое место, или разрешит, разрушит школы. Этот конкурс точно запомнится навсегда. Да, мне уж он точно навсегда запомнится, и Пинки Пай, и кофейное чудо. Время выпечки. Пинки Пай обожает работу в сахарном дворце, там она всегда окружена вкусностями и вдохновением, и может спокойно создавать рецепт самого потрясающего кекса в мире. Дела сахарного дворца идут еще лучше, и Пинки Пай даже приходится попросить Рарити помочь за кассой, хотя отношение к покупателям у девочек, мягко говоря, различается. Когда Пинки понимает, в каком непростом положении оказалось, наняв подругу, как на зло через улицу открывается одна из новомодных сетевых кондитерских убаттера. Смогут ли Пинки и Рарити преодолеть разногласия и работать вместе, чтобы найти способ спасти любимый сахарный дворец? И давайте по порядку. Когда вы не ослышаетесь, в этой книжке упоминается и флэш-центри, и некий райзинг-стар, при том, что у Твайлет в очочках как бы был каноничный молодой человек, Тимбер Спруц из Legends of Everfree, и че, что, какой райзинг-стар, какой флэш-центри. Нет, серьезно, если, ну, как бы, просто, вы знаете, такое ощущение, что автор реально, ну, просто то ли проигнорил, то ли счел нужным не читать, но какой-то новый ученик и внезапные чувства флэшек Твайлет откуда-то взявшиеся. Я не понимаю, потому что, как бы, в том же легенде Вечно Дикого Леса вроде как уже сошлись на том, что вроде как он опять начал интересоваться Санса. Ну, вроде как они там до этого еще, до начала всей саги Квестер Геллс, они с Санса встречались, потом, короче, они разошлись, все, в общем, там он был влюблен в Твайлет, которая поняшка, и никаких чувств к Твайлет девушки я что-то за ним не помню. Он пытался с ней там пару раз поговорить, вот, но уж тем более я точно не помню никаких интересов в Твайлет в сторону флэша, вот, вот честно, вообще ни под каким пердлогом я ничего такого не помню, а вот тут внезапно нет, тут внезапно нет, тут, да, как бы все очень странно, и не то, чтобы это, ох, ну это просто не канон, вообще не канон, не то, чтобы тут какие-то сильно серьезные романтические сцены там описываются, ничего такого, хотя, да, я могу сказать, что автор во всех трех книгах начал какие-то внезапные любовные порывы девушкам организовывать, хотя никаких предпосылок реально об этом нигде не было, даже в Пинки Пай Кофейное Чудо об этом практически ничего нету, романтических отношений, но в конце он таки ввел какого-то левого мужского персонажа, который внезапно подмигивает Пинки вообще на ровном месте, и, о боже, это вот серьезно, короче, основная проблема книжки про Искорку в том, что внезапно какие-то дела у нее с Флэшем, хотя ничего такого быть по идее не должно, и Флэшу нравилась не эта Твайлет, а Твайлет-поняшка, вот, и как бы уж тем более Твайлет-поняшки, то есть, в смысле, вот этот Твайлет-флэш точно не нравился, там не то чтобы у них какие-то прям все-таки как-то описывается, но, но описывается, короче, да, в общем, если вы это самое, если вам, я даже не знаю, короче, это вот кроме как не каноном, это вообще назвать чем-то сложно, по поводу самого сюжета книги, они участвуют в научном проекте, да, кстати, тут возвращается Синч, возвращаются директоры, директоры, дикан Каденс, школьников Кристальной Академии, только упоминают, они там особо не фигурируют, Синч тут тоже не совсем в своем образе, мне кажется, но хотя бы она там на фоне, не особо это заметно, вот, и они делают с Райзинг Старом проект, естественно, Райзинг Стар хочет сделать какой-то не такой проект, и Флэш об этом узнает, и такой-такой, да он плохой, да, оуу, короче, Санта-Барбара и на ровном месте, ну, в общем, сюжет, ну, так, ну, такой, вот, но основной не канон, ну, в смысле, сюжет был бы норм, нормальный был бы сюжет, если бы не вот эта вот какая-то ересь с отношениями твайда, честно, вот сам сюжет был бы норм, сам сюжет примерно как вот тут, ну, более-менее так пойдет, вот тут все еще хуже, потому что в не канон уже начинают идти сами персонажи главной шестерки, главной семерки, потому что если тут еще с парнями что-то там, ладно, парни, это такая тема, сегодня один, завтра другой, ладно, посними, но когда у нас в не канон идет один из персонажей главной шестерки, я не про Пинки Пай, я про вторую рэрити, которая здесь фигурирует наравне с Пинки Пай, и когда в не канон уже идет сам, понимаете, сама суть персонажа, то это же просто повод поплакать и задуматься, самое классное в этих книжках это обложки, честно, вот Рейнбл даже еще хорошая спортивная такая, споткон, как это называется, нормально, твайлайт, если отбросить все сраждания с мальчиками, тоже, ну, так, интересно, Пинки Пай и кофейное чудо, я не знаю, я, честно, я Пинки Пай и кофейное чудо уже дочитывала, лишь бы дочитать, потому что мне было, честно, неприятно прочитать про то, как автор вообще исказил образ Рерки вообще до этого самого, да, знаете, какого-то, вот такое ощущение, что он вообще ни по ней не смотрел, ни Эквестра Гюлз, потому что, вы представляете, он считает, что персонаж Рерити способна опаздывать на работу, вот вы думаете, что очень пунктуальная и щепетильная Рерка может позволить себе каждый день опаздывать на работу, потому что она там пошла по магазинам ботинки покупать, я себе такого не представляю, может быть, я немножко идеализирую Рерити, потому что это один из моих любимых персонажей, но я всегда читала Рерити очень пунктуальным персонажем, который вот сроки работы, она к всему всегда этому очень серьезно относилась, если вы помните по и Малитл Пони, и по Эквестра Гюлз, она как бы не позволяла себе, да, она любит там пошопиться, понятное дело, девушка там все туда, но тут она представлена совершенно как гламурная какая-то фифочка, которая вообще не вставит ни во что эту работу в сахарном уголке, я, к слову, наняла ее на работу не Пинки, а Миссис Пирожок, вот, за то, что она красиво кексы украсила, и, короче, потом пишут, что Рерити начинает опаздывать, Рерити начинает неправильно записывать заказы, Рерити начинает путать ценники, что, да вообще ни в жизни я не поверю, что Рерити персонаж тот, который будет так вот как бы инфантильно относиться к работе, ну, несерьезно, да, то есть, Пинки тут такой молодец, вообще мастер-работник месяца, с учетом, что у Миссис и Мистера Пирожка, в принципе, кроме Пинки Пай, никто не работает, да, вот, и, кстати, я не знаю, как это относится, Пинки Пай к Сахарный дворец, у них же было кафе Сластена до этого, нет, 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 в прошлых книгах у них была кафешка и в мультиках, в которых они как бы перекусывали, и, по-моему, там был не Сахарный дворец, а Сластена, или что-то такое, ну, короче, ну, это, это ладно, это еще можно опустить, но, в общем, я не могу автору простить то, что он выписал Рерити как совершенно такого расфуфуренного персонажа, который ни черта не делает и только сидит, ногти красит и с друзьями переписывается, я это неправда, я требую то самое, апелляции в суде, вот, это еще полбеды, вторая половина беды, то, что я вообще не поняла, как разрулилась ситуация, если в этих двух книгах я все понимала, ну, хотя бы, как это, как, в чем был конфликт и как он разрешился, то тут это какая-то дичь, я просто не знаю, как вам рассказать, не заспойлерив половину сюжета, но суть в том, что появилось вот, ну, короче, начало конфликта в том, что Рерити оказалась более худшим работником, чем думала Пинки Пай, и ее это очень бесило, потому что для нее Сахарный дворец это все на свете, и ей было неприятно, что Рерити так фигово работает, кстати, вот, еще до этого хочу сказать, тут еще есть какие-то, знаете, такие завязки каких-то ситуаций, которые не находят никакого потом решения, то есть там, они тут, говорится, допустим, девочки раскрашивали сахарного уголка в ручную кружки, и две кружки, или сколько там, кружек, которые раскрашивала Rainbow Dash, их выкинули, потому что они получились некрасивыми, а потом, короче, как бы, Рерити с Rainbow Dash помогают Пинки, и Rainbow Dash открывает шкаф и видит, что ее кружек нету, и все. Никакого, никакого итога нету, то есть, как бы, а зачем вообще кружки Rainbow выкинули? Ой, какой-то просто бред местами, вот. Значит, конфликт между двумя персонажами, и потом начинается конфликт, он такой не сходит на нет, потому что появляется конфликт с открывшейся напротив сетевой пекарни, и если в сахарном дворце индивидуальный подход к клиенту, там все им вручную готовят, украшают и прочее, прочее, то в сетевом кафе, естественно, все это на потоке, они обслуживают гораздо быстрее, гораздо больше посетителей, и, естественно, начинают конкуренция и все такое, и сахарный дворец на грани закрытия. И девочки начинают думать, как помочь сахарному дворцу, там организуют несколько сторонних мероприятий, потом приходят к выводу, что им надо организовать вечеринку для школьников Монтерлота. И внезапно Рерити знает, как организовать вечеринку лучше, чем Пинки Пай. И внезапно эта вечеринка должна быть гламурной, а не веселой. Я не понимаю, вот серьезно, если вы читали эту книгу, объясните мне, почему гламурная, эксклюзивная вечеринка Рерити помогла спасти душевный ламповый сахарный уголок, который вообще не об этом. Вот серьезно, то есть Пинки Пай предлагала вечеринку, которая, по ее мнению, будет подходить к сахарному уголку, к целевому сегменту, ну, в плане, то, та вечеринка, которая передаст суть сахарного уголка, чтобы люди за этим возвращались. В результате Рерити предлагает кучу гламурных вариантов, и Миссис Пирожок такая, вот, типа, у нас сахарное все время, и так, давайте мы вот что-нибудь гламурное сделаем. Как люди, которые купятся на гламур, потом должны получать удовольствие от совершенно другого позицию сахарного уголка, которая, как бы, на другую точку. Короче, это какой-то, вот, серьезно, просто ломка логики. Я не поняла, честно, если вы поняли, почему, почему идея Рерити сработала до сахарного уголка, можете мне написать. Да, она, короче, основывается на эксклюзивности, что вот, если у нас будет ограничено, эксклюзивно, люди захотят посмотреть. Ну, так-то, в основное время оно не эксклюзивное. Ну, они, правда, сделали потом в конце вот этот мега-кекс кофейный, они сделали мега-эксклюзивом. Тоже это какое-то, знаете, ой, у нас на всех не хватает кексов. Ну, и ладно, это же хорошо, что их на всех не хватает, это же эксклюзивность. Люди будут месяцами в очереди стоять за этим кексом. Короче, как-то не другомагично, не лампово, не это самое, и Рерити полностью переврали образ, ну, в плане оставили только вот тот поверхностный образ, гламурной фифочки, да, вот, весь внутрь, глубокий внутренний мир, Рерити куда-то в этой книжке испыряется, и, короче, я не знаю, мне было уже, честно, через силу дочитывать «Кофейное чудо», хотя обложка очень миленькая. Вот, и кроме этих трех книг, следующих книг нет. В плане того, что еще есть одна книга, которая такая, знаете, со страничкой на страничку надо будет переходить, которая, по идее, по мультикам на Ютубе основана, с выбором концовок, вот, но ее пока анонсы, перевода не анонсировали, я не знаю, будут ли ее переводить, я даже не знаю, вышла ли она вообще за рубежом, но фишка в том, что другие книги вот в этой стилистике больше пока не анонсировали зарубежные, если что, вот эта тройка была анонсирована в начале года, они в середине года в США вышли, и вот наши перевели к концу года, пока следующих книг анонсировано не было, может быть, их еще в ближайшие месяцы могут еще анонсировать, но, честно, если кто-то там в Hasbro понял, что товарищ Арденхайс пишет «Лютую дичь», и у него просто отобрали проект, я буду только рада, потому что читать еще больше фанфиков не канонных с персонажами, образы которых вообще перевраны, перевраны, да. Ой, короче, к сожалению, за красивой обложкой скроется, ну, такой себе сюжетец, и я говорю, чем дальше, тем хуже, и проблема даже, вот, реально в каком-то просто непонимании автора, про что он пишет, и про кого, и почему, то есть, если бы это была история с обособленными персонажами, которые, как бы, ну, не те, которых мы уже знаем, а просто какие-то левые девочки, может быть, это было бы окей, но когда он пишет про персонажей, которых уже существует несколько лет, и которые не вяжутся со своими образами из прошлых произведений, из текущих произведений, допустим, вышел спешл про круизный, спешл, трейлер про круизный лайнер, следующий большой спешл Эквест Регеллс, и там явно видно, что Флэш, ну, он к Сансет хочет вернуться, при чем тут Твайлет, вообще, короче, могу порекомендовать вот эту книгу для любителей дышки, спортивный такой, нормальный сюжетец, вот это, только если вы очень любите Твайлет, и люто ненавидите всех ее мальчиков, и то, ну, я не знаю, тут уже, понимаете, тут уже реально не канон идет, поэтому это какой-то фанфик из образа, совсем фанфиков, ну, и вот это, короче, не знаю, только если вам нравятся пинки, поставить книжку на, на, это самое, потому что, если вы любите пинки, у вас, наверное, только бугурти будет, как и Рерити, к сожалению, вот такое у меня, нехорошее резюме по книгам, потому что, ну, вы знаете, мне вообще, я человек, который старается во всем видеть позитивное, но в этих книгах позитивного я, к сожалению, ничего не вижу, меня добила попытка всунуть романтическую линию в самый конец вот этой книги, которая, кстати, там мальчик, который был, он подмигивал пинки, а до этого с ним мило разговаривал о Твайлет, такое впечатление, что Твайлет какая-то просто как Рерити, да, короче, будем заканчивать на этом обзор, когда будет следующий обзор по пуни книжкам, я не знаю, потому что никаких анонсов новых на сайте АСТ пока нету переводов, столько перепечатки сборников всяких разных, так что ничего конкретного сказать не могу, но очень много на обзор игрушек, так что обзоры будут, надеюсь, этот был вам интересен, с вами была Томова, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова